Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, савтор школы машинного вязания. Мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Продолжаем марафон кички метил. Сегодня у нас четвертая часть и мы должны связать одну деталь. Деталь очень похожа на ту, которую мы вязали в прошлый раз. Тоже 25 см на 25 квадратик, но связан будет рисунком. Мы с вами делаем 3 образца, гладь, резинка и узор. Сегодня мы будем вязать точно такой же квадратик, как в прошлый раз, узором. У нас есть петельная проба. И я знаю, что у меня 25 петель, 25 см рядов, есть плотность, есть петельная проба. Считаем. 25 умножить на 3 петли, 75 петель. И 25 умножить на 5,71 ряд, 142, 140 рядов. Все. Вот это моя петельная проба, мой расчет. Вязать будем не однотонную детальку, а трехцветную. Будет нарядная, яркая, красивая деталь. Мы же с вами начинали с того, что подобрали 3 цвета. И вот в этой детали мы будем использовать все 3 цвета, которые у нас предназначены для вязания этого изделия. Идем вязать. 75 петель. Я уже провязала 48 рядов. Видите, у меня 3 цвета используются. Розовый, малиновый и фисташка. Сейчас у меня фисташковый ряд провязан. Буду провязывать ряд розовый. Розовая нитка у меня находится в нити-воде. Это единственная нитка, которая в нити-воде. Но это мой способ вязания. Я вам такое не то, что не рекомендую, не настаиваю. Итак, вставляю ее в нити-вод. Возитель, простите. И моя задача сейчас исправить петли. Так, чтобы поставить те петли, те иглы, которые нужны для вывязывания узора в переднее положение. То есть, следующую петлю берем. Эти иголки в среднее рабочее. И следующую иглу за той, которая у меня с накидами, вставлю в переднее положение. Поскольку для этих машин, она электронная, у нее не предусматриваются никакие линейки отборные. Отборной линейки от машин Нева, у которых эта линейка есть, для оселлера не подходит. Я взяла наборный декер. И для того, чтобы хоть немножко ускорить процесс, выдвигаю крайние иголки из трешки. Вот три иголки. Левые я их выдвигаю в переднюю положение. Ну, хоть чуть-чуть, побыстрее дело идет. Вот здесь вот, что-то у меня не провязала. Сейчас провязываю. Заодно смотрите, если где-то какой-то брак нашли, сразу его исправляем. Вот так. Все. Провязали. Поправили. Розовая нитка в нити вводе. Четыре ряда. И обращайте внимание. У вас те иглы, которые вы поставили в переднее положение, четко должны стоять впереди. Если хоть одна немножко сдвинется, машина может взять ее в работу. И, ну, исправить это легко. Но лучше вязать сразу без исправлений. Так, четыре ряда. Делаю все то же самое. Закрываю из очки, чтобы они не впивались в петли. Опускаю иглы в среднее положение. И выдвигаю следующую. Следующую партию игл. Беру цвет декер, чтобы хоть немножко ускорить процесс. Я думаю, что если у вас машина Silver Brother 4,5 мм между иголками, вам наборный декер приобрести все-таки стоит. Штука иногда полезная. Так, меняю нить. Следующая, после розовой, у меня идет бордовая, малиновая. Вынимаю из нитевода нитку. Так, она провисает вниз. Самое главное, чтобы щетки не схватили ту нить и не запутались. Так, бордовая. Я ее буду держать рукой. У меня внизу стоит катушка. Зеленая и малиновая. Вон они стоят. И я имею пользусь для вязания полотна. Что я делаю? Беру бордовую нить, вставляю в нить водителя. И держу ее рукой. И провязываю 4 ряда. Я обеспечиваю достаточное натяжение, чтобы провязывались петли. И при этом не сильно держу, чтобы машина легко вязалась. Мне не надо лазить в нити. Вот, я бы и розовую сюда положила. Мне это гораздо проще, чем каждый раз лазить за машинку, доставать, где же эта нитка, смотреть, чтобы она ни за что не зацепилась. А так, смотрите, эти нити вниз идут. И все, их зацепить практически невозможно щетками. Машинка безопасно работает. У вас может быть хоть 10 нитей. Вы вот так вот быстро их меняете в нити водителя. И таким образом провязываете. Очень удобно. Гораздо быстрее, чем лазить в нити вод. Менять это все, переставлять, цеплять за машинку. Когда вот эти все нитки у нас в нити вода опускаются к узору, они все перепутываются. Вот тут их приходится постоянно распутать. В общем, проблем больше, чем удовольствие. Когда у нас нитки идут вниз, и мы держим их рукой в нити водителя, то есть у нас рука исполняет роль нити вода, вот этой пружины самой, все гораздо-гораздо проще. Язычки поднять. Среднее рабочее положение. Следующая партия игл. Не забывайте крайнюю углу, когда между иглами в среднем положении остаются три свободных уголки. Входит в работу крайняя игла тоже. Так, вот. Теперь у меня идет по плану. После красной, патемалиновой, зеленая. Я оставляю ее, держу рукой и провязываю четыре ряда. Главное, хорошее натяжение, чтобы нитка нигде, наша рабочая нить нигде не дала слабину, чтобы могла слететь с иголок. Все, ставлю иглы в среднее рабочее положение. Достаю следующую партию. Либо вручную, либо с помощью каких-либо приспособлений, смотря что у вас есть. Если есть наборные гребенки, я вообще отлично. У меня их, к сожалению, нет. То, что я приобретала для машин третьего класса, они для данного узора не подходят. Они разнообразят мне жизнь немножко в других узорах. Здесь они не подойдут. Поэтому все руками. Следующий узор, следующая нить у меня розовая. Розовая в нитеводе. Я так думаю, что я ее сейчас из нитевода и достану. Уж очень удобно, когда моток стоит на полу, держать его рукой, не надо никуда лазить. Но с другой стороны, когда все это в нитеводе, вообще не надо даже в руки брать. Само вяжет. Поэтому выбирайте тот метод, который вам наиболее удобен, прост и понятен. Проверили иглы в переднем положении. Четыре ряда. И все по кругу. И таким образом мы должны вывязать нужное количество рядов, смотря какое у вас будет. У меня это 140 рядов. Сейчас на счетчике 64. То есть мне еще вязать и вязать. Заканчивайте то полотно, которое у вас получается. И закрывайте ее косичкой, перекидом, углой, как вам нравится. Как вы привыкли. Никаких открытых петель здесь оставлять не нужно. Итог нашей работы четвертой части марафона Кички Миттель. Вот такой квадратик. Выполненный фангами и всеми теми цветами, которые мы подобрали на первом занятии. Присылайте фотографию квадратика и задание четвертой части марафона считается выполненным. Прис sixth хрид Seemsi в каждом безопасном стане. Присылайте воду. Присылайте воду.